ребята всем привет сегодня мы посмотрим на самого лютого бандоса в игре он суров настойчив и требует плату за проход по мосту давайте попробуем найти с ним общий язык посмотрим реакции на одежду из разных гильдий и может быть как-то повлияет наш уровень экипировка и для начала мы подойдем к нему в броне бандита может быть своих он пропустит что тебе нужно если не хочешь получить по морде тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой и быстро да ему без разницы кто ты бандит или простой прохожий так теперь мы маг огня 50 уровня что он скажет сейчас что тебе нужно если не хочешь получить по морде тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой и быстро на мага никакой реакции на паладина теперь мы охотник на драконов что тебе нужно если не хочешь получить по морде тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой и быстро теперь мы охотник на драконов теперь мы капитан пиратов и ты стоять что тебе нужно если не хочешь получить по морде похоже это бесполезно но мы не сдадимся изысканный дублет горожанина может быть женщина то не тронут и ты стоять что тебе нужно если не хочешь получить по морде тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой и быстро вот беспардонные доспехи рудного барона и ты стоять понятно что тебе нужно если не хочешь ему плевать какого-то уровня из какой-то гильдии и прочее он суровый настойчивый бандос давай деньги или все тебе хана давайте попробуем с ним найти общий язык может быть есть какой-нибудь секретный диалог что тебе нужно если не хочешь получить по морде тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой и быстро убирайся с дороги убирайся с дороги ох какие громкие слова от такого худосочного юноши пришло время подрезать твой язык да смелый смелый разбойник стоит курит косички золотишком в кармане ну давайте посмотрим какие еще есть диалоги ты шутишь я похож на шутника если я не увижу 20 золотых до того как ты сделаешь шаг вперед я прикончу тебя так что давай сюда денежки прочь с моей дороги то есть ты по-хорошему не хочешь извини у меня нет денег да уж воистину тяжелые времена настали тогда давай поступим так отдай мне свое оружие я пропущу тебя вот возьми мое оружие итак мы остались без оружия не самый лучший выход забудь об этом ладно по-плохому так по-плохому сколько ты хочешь 20 золотых и мы можем стать друзьями прочь с моей дороги то есть ты по-хорошему не хорошо вот деньги скажу тебе 20 золотых это не такая уж большая плата за жизнь ты можешь проходить ты действительно хочешь испытать судьбу как знаешь я не дам тебе ни цента тогда я сам их возьму вот твои деньги ох как мы заговорили еще возможен диалог про послушника сожалению я не помню как он активируется нужно с кем-то переговорить и потом у него появится диалог он также попросит за него 20 монет и просто расскажет что послушник быстро пробежал по мосту и на этом все давайте посмотрим на характеристики нашего разбойника бандит 10 уровня 50 сил и 50 ловкость огромное количество маны и шестой круг магии обучен подкрадыванию и взлома замков алхимия создания рун все как обычно скрытый маг а если вообще подойти без золота и без оружия эй ты стоять что тебе нужно если не хочешь получить по морде тебе лучше сколько 20 извини у меня нет денег да уж воистину тяжелые времена настали скажу тебе так возвращайся когда у тебя будут деньги нет денег нет моста вот так нет денег нет моста здорово я не дам тебе ни цента когда я сам их возьму в дальнейшем скорее всего его убьют ищущие так как они ходят по карте и агрессивные так что разбойник живет до 3 главы ребят если знаете что то еще интересного про этого бандита то пишите пожалуйста в комментариях спасибо за просмотр всем пока и